Здравствуйте! Как всегда в это время в эфире беседы с Владыкой Павлом. Наш постоянный собеседник, патриарший экзарпсия Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Владыка, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня первый вопрос пришел от Елены из города Сергий в Пасад. Она задается вопросом, можно ли в 55 лет вступить в брак или в таком возрасте супружество неблагословлено церковью? Да нет. Вы знаете, по слову апостола Павла, лучше пусть человек женится или выходит замуж, нежели он будет потом разжигаться страстями. Да, есть ограничения в возрасте, но 55 лет это еще не повод для того, чтобы запретить выходить замуж или жениться. Как в народе говорят, любви все возрасты покорны. Вот. Если вы в этом возрасте встретили человека и вы готовы с ним создать семью, и, конечно, можно получить благословение Церкви, благословение Божие. Вот. Так что вот в вашем возрасте никаких запретов нет. Я думаю, что все зависит будет от вас. Если вы нашли такого человека и сможете с ним выстроить семейную жизнь, можно выстраивать. Дело все в том, что с возрастом у каждого человека уже вырабатываются какие-то свои взгляды на жизнь, свой образ жизни. Молодым людям легче друг под друга подстроиться, им легче как-то выстроить свои отношения. А уже, вот, знаете, с возрастом каждый привыкает к какому-то определенному образу жизни. Вам просто будет сложно выстроить вот такую, знаете, хорошую семейную, обоюдоприемлемую жизнь или образ жизни. Да, если вы сможете это, ну, конечно, выстраивайте, ничего в этом нету, но будет немножко сложнее. Поэтому вы заранее друг другу должны сказать, давай, дорогой, наберемся терпения. Вот, у меня вот такие-то вот слабости, у меня такое-то, такое-то отношение к тому-то, тому-то. Вот, посидите или поговорите, или походите поговорите. В общем, вам надо друг с другом очень серьезно поговорить на эту тему. Знаешь, я привык вот к такому-то образу жизни. Смогу от этого отказаться ради тебя, любимого, или нет? А ты сможешь, а ты ведь тоже к какому-то образу жизни привык, ты сможешь отказаться ради меня? Если да, то да-да, давай договоримся. Будем снисходить друг к другу, будем каждый вечер просить друг у друга прощения, если что-то как-то в течение дня было не так. Хотя просить прощения можно не только пожилым, а и молодым людям. Вот, если вы договоритесь о чем-то, да, вы уже взрослые люди, уже созревшие люди, да, вам уже надо как-то так более-менее конкретно, рационально обсудить те или иные вопросы. И я думаю, что вполне возможно даже в таком возрасте создать благополучную, хорошую семью. Не могли бы вы пояснить смысл первого стиха Евангелия от Иоанна? Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это спрашивает вас Василий из Ореховозуева. Василий, апостол-евангелист Иоанн Богослов, был одним из евангелистов, который совершенно четко сформулировал Бога откровенной истины, все, что связано с Богом. Во-первых, он дал имя, открыл людям имя, Бог есть любовь. Вот мы как-то говорили, какое имя у Бога. Вот евангелист Иоанн Богослов дал это имя, Бог есть любовь. И, конечно, у многих людей есть интерес узнать, что же все-таки было до сотворения мира. Так вот, в этом первом стихе Евангелист Иоанн Богослов говорит о Боге. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Конечно, речь идет о Сыне Божьем. Но евангелист Иоанн Богослов не употребил здесь слово Сын Божий, потому что Сын Божий в нашем человеческом понятии, естественно, характеризуется как что-то рожденное, во времени в каком-то. Вот в такой формулировке, что произнес евангелист Иоанн Богослов, он говорит даже о Сыне Божьем вне времени. Это Бог, это единосущный Бог. Когда это было? Это было вне времени. Чтобы нам как-то вот понять, что же, если мы только скажем, что это Сын Божий, что да, мы верим, что Он рожден. Мы в символе веры сформулирована наша вера и упование на Бога, да, веру и войди на Бога Отца. Вот и дальше мы говорим о Сыне, рожденного прежде всех век. То есть не было тогда ни времени, ни земли, вообще ничего этого не было вне времени. Так вот, евангелист Иоанн Богослов вот таким вот красочным образом сформулировал о том, что вначале было слово. Конечно, речь идет о Сыне Божьем, вот, но Он был рожден вне времени, да и вообще Бог живет вне времени земного бытия. Вот, нам это очень сложно понять. Именно поэтому апостол-евангелист Иоанн Богослов вот так вот выразился, чтобы нам хоть как-то дать понять. И, конечно, нам сегодня вот с таким, знаете, осознанием или понятием, присущим каждому из нас, пытаться проникнуть в Божественное Откровение, но совершенно нет смысла, и надо быть предельно осторожным. Вот вы обратите внимание, не каждый из подвижников благочестия пытался проникнуть в Божественное Откровение. Как, знаете, один из наших преподавателей Московской Духовной Академии говорил нам, Бог – это Божественная энергия, это высочайшее напряжение. И если мы попытаемся притронуться или попытаемся проникнуть, мы просто можем сгореть и погубить свою душу. Как вот, знаете, как он говорил, как в электрощит, где высокое напряжение, человек, который подходит и пытается там работать, он ведь одевает перчатки, резины, сапоги, специальное обмундирование. Для чего он это делает? Чтобы, прикасаясь к каким-то контактам или к каким-то предметам, чтобы его не убило током. Так вот, и человек, если хочет познать Божественное Откровение, надо одеть перчатки, надо очистить свою душу от всякой скверной нечистоты. А еще лучше даже не пытаться в это проникнуть, потому что не пытаясь или не стремясь проникнуть в Божественное Откровение, я показываю свое смирение, свое недостоинство. Господи, ну что я, как я могу, грешный человек, пытаться проникнуть в Твое Божественное Сокровенное, что Ты сокрыл от всех тварей? Вот, в этом будет проявляться мое смирение. И по мере моего возраста, духовной жизни, Господь не будет открывать. Но, тем не менее, чтобы как-то открыть или удовлетворить любопытство, познание человека, апостолы Евангелистян, Богослово, таким образом говорил о Сыне Божьем. Вначале было слово. Хотя сегодня этот стих пытаются наши современники использовать совершенно в другой интерпретации. Там, знаете, говорят о печатном издании, и говорят, вначале было слово. Да, и вот это какое-то совсем нет. Евангелист Иоанн Богослов говорил не об этом печатном слове, не о том, что, знаете, мы произносим, совсем нет. Говорил он о Сыне Божьем. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот так он сформулировал. Замечательно. Я думаю, что для каждого из нас это вполне достаточно. Просто мы будем говорить, что мы верим во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли. И в Духа Святого Господа, и так далее, и так далее, по символу веры. Ольга из Ставропольского края задается вопросом, как определить, истинное смирение или нет? Вы знаете, Ольга, конечно, нам тоже очень важно определить. Я иногда, знаете, вспоминаю один такой рассказ, я как-то, может быть, уже рассказывал. Два инока, которые начинающие пришли в монастырь, и вот пройдя какой-то определенный период времени, пребывание там полгода, год они пробыли в монастыре, и так вот друг к другу, они вместе пришли, и друг к другу стали спрашивать, «Слушай, ну как, ты достиг уже какого-то смирения? Нет?» Говорит, «Да не знаю, ну давай испытаем, а как?» Он говорит, «Знаешь как, давай, вот этим, вот видишь, дрын лежит, давай друг к другу дрыном по спине ударим и просмотрим, как это, достиг смирения или нет?» Он говорит, «Ну давай». Ну вот первый берет своего брата по спине этим дрыном, как огреет его, «Ой, ой, ой, брат, ой, ой, ну больно же, да?» Он говорит, «Ой, брат, спасибо тебе, спасибо, брат, ну а теперь ты меня ударь». Ну, тот берет дрын, его тоже по спине как огреет, да, и тот весь тоже извивается, говорит, «Ой, ой, брат, ой, спасибо тебе, брат, брат, ударь меня еще раз!» Он говорит, «Нет, брат, это уже, это уже, говорит, чревоугодие, да». Шутка вроде такая монастырская, да, но, вы знаете, смирение – это особое качество человека. И, конечно, протестировать себя очень легко можно, есть ли во мне смирение или нет. Когда я говорю сам о себе, вы знаете, я такой грешный человек, ой, я такой недостойный, я такой грешный. А некоторые говорят, вы знаете, а я не просто грешный, а я великий грешник. Вот почувствуйте, да, разницу, да? Когда я сам о себе говорю, что я грешный, а я великий грешник, да, я не просто грешник, но я великий грешник, да, слушайте, сколько гордости, да, сколько напыщенности, да, вот. Но это хорошо, я о себе говорю, а вот попробуйте кто-нибудь, вы против меня скажите. Ой, я вам тогда потом так покажу, какой я грешник, да? Вот, вот когда я сам о себе говорю, я же, знаете, подспудно, если хотите, внутренне, я себя выпячиваю, я себя высвечиваю, я пытаюсь вроде бы говорить, что я смиренный, а на самом деле, ой, из меня прям, вот знаете, вот прям так и пышет эта гордость, самолюбие, самодовольство, но только попробуй кто-нибудь мне, скажи, что я негодяй, что я такой сякой, потому что я, знаете, как отвечу. Поэтому очень легко можно определить состояние своего внутреннего и внешнего даже проявления смирения. Как определить истинное смирение? Ну вот, вы знаете, все, что говорят обо мне, что-то делают против меня, я должен воспринимать это как благоразумный разбойник, которого осудили, распяли, а он вместо того, чтобы огрызаться, что он сказал своему собрату-разбойнику? Он сказал, мы по делам это восприняли. Вот вы знаете, когда я буду говорить на все огорчения в свой адрес, что это, я воспринимаю по делам. Заслуженно. Но попробуй кто-нибудь обо мне скажи. Я же сразу начинаю оправдываться, я сразу начинаю выяснять, кто обо мне сказал эту гадость, кто обо мне эту вот такую сплетню распустил, да. Ну, какое же смирение? Никакого смирения нет. Ну, а подлинное, конечно, смирение заключается в том, чтобы я, знаете, вот не перед людьми, а, знаете, вот как перед Богом, вот как перед зеркалом подошел, вот я вижу свои какие-то черты внешнего, своего лица, то внешность своей, я вижу, кто я есть. Вот точно так же надо перед Богом просто сказать, подумать о себе. Господи, конечно, я сейчас буду перед тобой вот как-то себя опять-таки оправдывать, а на самом деле я ведь грешный человек. То есть искреннее, подлинное осознание своего внутреннего мира. А поняв и осознав свое внутреннее настроение, состояние, вот тогда у меня возникнет желание и справиться. И, конечно, в этом может мне помочь только моя личная совесть. Это вот такой, знаете, неподкупный судья, который есть в каждом человеке. Моя совесть, она может сказать, кто же ей есть на самом деле. Вот. И, знаете, такое осознание, оно может прийти в том только случае, если, ну вот представьте себе, вот каждый из нас, вот хотите или нет, мы все равно, даже мы верующие, даже вот мы стали священниками, мы все равно думаем, придет время еще, я еще вроде молодой, вот придет время, да, вот буду я стареньким, вот тогда-то я и покаюсь вот во всем, да. Я все время откладываю, откладываю, а не ровен час вот меня сейчас, сегодня или сейчас заберет Господь. Вот, вы знаете, вот даже подумать страшно, да, я вот ложусь спать и только попробую подумать, что я уже больше не встану. Вот с таким вот чувством надо отходить ко сну и сказать, Господи, помилуй, прости меня. Я столько совершил в своей жизни. Помилуй, прости. Так что вот такое чувство, осознание, что мне надо будет предстать пред Богом. И вот это чувство, оно мне поможет определить, есть ли во мне смирение или нет. Осознание своего недостоинства, своего действительно внутреннего содержания. Следующий вопрос пришел в адрес нашей программы от Галины из Челябинской области. Она уже в преклонном возрасте и живет в доме престарелых. Как она говорит, очень любит Бога, но у нее нет совершенно страха перед смертью, несмотря на то, что она сильно больна. Хорошо ли это или плохо? Вы знаете, но может быть разное состояние у человека. Кто-то может просто даже не понимает, что это такое. А есть такие люди, которые действительно проводят очень благочестивый, добрый, порядочный образ жизни. Но я могу сказать о своей маме, как она говорила, что она раньше очень боялась смерти, пока не прочитала книгу святителя Феофана Затворника Вышинского «Слово о смерти». Она говорит, оказывается, это так легко. Я переживала, я думала, как это будет, как это будет. А вот он сказал, что представьте себе, что у нас несколько комнат в нашем доме. Мы живем здесь, а вот дверь открыли, перешли в другую комнату. Вот мы уже живем в другой комнате. Так вот, этот порог, этот и дверь, это и есть смерть. Но, вы понимаете, страх вызывает у людей от того, что я возвратиться не смогу из той комнаты уже сюда, понимаете? А у меня столько всего, что можно почистить в моей совести и в моем сердце своих проступков и прегрешений. Если я этого не сделаю, то, конечно, будет очень тяжело. Я видел таких людей, которые очень переживали, оплакивали себя перед смертью, которые понимали, что они делали что-то не так. И даже, знаете, как один видел священник перед смертью, умирая, плакал и говорит, Господи, я даже не знаю, в чем еще покаяться. А вдруг не так? Господи, прости меня. Вы знаете, он находился в том... Хотя очень благочестивый священник, вы знаете, очень благочестивый человек. Но вот его все равно волновало, Господи, но мне так хочется, я так хочу к Тебе, но я, Господи, я даже не знаю, что, прости меня, помилуй. Понимаете, вот у него было такое чувство. И его нельзя осудить было за то, что, ну, что плачешь, что ты живешь хорошей жизнью, сложную ты, тяжелую, ты ссылки прожил, ты лагеря прошел. А он все равно говорит, Господи, я все равно и недостоин. Смирение. Слушайте, какое смирение у человека. Он все равно себя считает грешным и недостойным пред Богом. А моя мама умирала, она говорила, Господи, я так хочу к Тебе, я так хочу, хоть я недостойный, Ты меня прости. Слушайте, какая вера, какая надежда на Бога. Какое смирение, ну и какое желание встретиться с Богом, да. Вы знаете, удивительное явление. Поэтому если вот у этой женщины вот такое чувство, и смирение, и покаяние, и желание жить с Богом, вы знаете, ну осудить нельзя такого человека, и слава Богу, что такое. И вы знаете, поэтому мы говорим, знаете, мы скорбим об умирающих, которые умерли без покаяния, которые или не верили в Бога, вот о тех надо скорбеть, или жили вне церкви. А тот, кто всю жизнь прожил в церкви, вы знаете, вот он верил, любил, надеялся, каялся, жил честно и правильно, да это разве скорбь об этом человеке? И радоваться надо, что человек благочестивый перешел в загробный мир. Вот, конечно, мы молимся и о нем, и просим, чтобы Господь простил вольные и невольные грехи. Даже о праведниках, умирающих о Господе, мы молимся и вспоминаем слова Христа Спасителя, который говорил, нет человека, который жил бы и не согрешил. Понимаете? Но мы надеемся на милосердие Божие. И если эта женщина живет вот такой надежды, и у нее нету страха, ну, может быть, и слава Богу, что такое происходит. Ну, видите, она тем более находится в преклонном возрасте и живет в доме престарелых. Ну, ее уже с этой жизнью практически ничего не связывает. Понимаете? Ей действительно, может быть, уже хочется перейти в Царство Божие. Она верит в это. Понимаете? А вот у таких простых людей, особенно, знаете, деревенских людей, которые жили благочестиво, но не воровали, не грабили, жили благочестиво, да, тихо, может быть, жили, да, может быть, и себя как-то не выпячивали, не высвечивали. Может, у них и нет такого багажа греховной жизни. А им действительно, может быть, легко. И они легко могут уходить, переходить от жизни временной в жизнь вечную. Ну, а молиться все равно можно и нужно от таких. Ангелина Николаевна из Республики Коми спрашивает вас, можно ли в обычный воскресный день посещать кладбище? Ведь воскресенье – это малый пасх. Вы знаете, Ангелина, можно, конечно, посещать, но у нас хорошая традиция есть. Мы вначале идем в храм, молимся, а потом, ну, почему бы не посетить, потом можно и посетить своих родных. А вообще посещение кладбища полезно даже не столько покойнику, сколько нам, живым, поскольку посещение кладбища – это еще и еще одно, может, многократное напоминание нам, каждому о том, что жизнь наша скоротечная и не ровен час, когда Господь нас призовет в свой загробный мир. Поэтому полезно посещать. Но в первую очередь, конечно, молитва в храме, ну, а потом перекусить и пообедать, и можно сходить на кладбище. Греха в этом нет. Скажите, можно ли работать, если это необходимо, на большие церковные праздники, спрашивает Елена из Москвы. То же самое, Елена, знаете, если это действительно необходимо. Но ведь у нас очень много сегодня и женщин, и мужчин, то есть вот семей, в семье работают, работают, что называется, с понедельника по сутки, субботу, а некоторые включительно субботу. Это единственный день, воскресенье, когда они могут что-то сделать для семьи, для своих детей, для супруги, для мужа, и мужа для супруги. Но еще раз хочу сказать, очень важная заповедь, которую дал Господь людям, чти день субботний. Это было в Ветхом Завете. Сегодня чтить надо день воскресный. Поэтому посещать, желательно, богослужение в воскресный день. А после богослужения пришли домой, перекусили, пообедали, можно заниматься хозяйственными делами. Так сложилось, что Елена из города Полоцка ходит в два храма, старобрядческий и обычный. Можно ли так сделать, спрашивает наша телезрительница. Вы знаете, Елена, старобрядческие ведь тоже есть разные храмы. Если это храмы, которые имеют иерархию, то есть священнослужители, епископы, вот, вот с них уже в 1970 году были сняты клятвы на нашем поместном соборе. Вот. И есть у нас еще и единоверческие храмы, которые так же, как и в наших храмах, совершаются богослужения. И причащаются люди и там, и там. Если это вот такой единоверческий храм, то можно посещать. Если это молитвенный дом вот такого, знаете, направления без Поповского, вот, где нету иерархии, где нет священнослужителей, ну, вот такие нежелательно посещать, потому что, ну, они, к сожалению, остаются без иерархии, значит, безблагодатные. Их богослужения, так называемые, мы их даже не можем назвать богослужения, но молитвы, которые они совершают. Вот. А если это, это единоверческий храм, то ничего в этом зазорного нет. Ну, и в завершении сегодняшней программы сразу два наших телезрителя, Юлия из Республики Молдова и Александр из Санкт-Петербурга интересуются, в каком именно возрасте нужно крестить младенца. Вы знаете, Юля, хорошая есть, добрая уже сложившаяся многовековая традиция крестить детишек в младенческом возрасте. Хотя есть совершенно определенное мнение, богословское мнение о том, что креститься надо в совершенном возрасте, чтобы человек не только душой принимал участие в этом таинстве, но еще и разумом все это понимал, осознавал. Потому что я встречался с людьми, которые крестились в зрелом возрасте, и они говорят, вы знаете, происходит что-то такое необычное, потрясающее просто, знаете, воздействует вот все и на душу, и на тело. Это богослужение, это таинство, да, это вполне реально и возможно, но в связи с тем, что немногие дети достигали зрелого возраста, и многие умирали даже в младенчестве, и до сих пор ведь очень много умирает детей, к сожалению, не достигнув зрелого возраста, вот, или даже совершеннолетия. И вот, чтобы дать возможность таким людям быть сопричастными церкви Христовой, сложилась уже многовековая традиция крестить детей в младенческом возрасте. Вот, а когда? Ну, есть такая практика, знаете, как священники некоторые говорят, вот как пупочек отвалится, отпадет, вот, вот все, тогда можно идти крестить. То есть это где-то вот через неделю, полторы, две уже в принципе можно крестить. Но если страха ради смертного, то можно крестить и раньше, вот, потому что многие родители говорят, вы знаете, мы хотим за них молиться, а как? А если он будет некрещеный, значит, в храме нельзя быть за него молиться, да, и вот родители, очень многие боятся, чтобы не случилось такое, вот, поэтому можно даже и пригласить в роддом, если вдруг ребенок очень плохой, слабенький, совсем недавно, сколько было случаев, младенцы умирают, и неделю не прожив, и две недели, вот, кого-то успели покрапить, даже через инкубатор, вот, Господь примет это. Конечно, мы понимаем, что Господь, это всесовершеннейшая любовь, и он все равно к этим младенцам, будь то они даже не крещеные, конечно, это ангелочки, вот, они, что называется, ничего не смогли сделать, ни хорошего, ни плохого, Господь их определит, но родителям хочется за своих младенцев молиться, понимаете, и поэтому, ради родителей, вот, такая существует практика, крестить младенцев, а потом, знаете, по мысли святителя, Кирилла Иерусалимского, вот, в таинстве крещения в душу младенца всевается зерно православия, которое должно прорасти, и чем раньше мы это зерночко посеем, и чем раньше мы начнем его поливать, ухаживать за ним, тем более обильный плод принесет этот младенец, и за него можно будет молиться, вот, так что, хорошая практика существует, такая, она многовековая, она практически повсеместная, вот, так что, как только пупочек отпадет, можем уже крестить. Ну, что ж, Владыка, я благодарю вас за беседу, спасибо, спасибо вам, ну, и как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго, пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова